Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события в студии Лариса Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Финансисты из государств Евросоюза, Юго-Восточной Азии и Африки приехали в Самару. Россия впервые принимает Волжский инвестиционный саммит. К столетию великого конструктора в Самаре открыли памятник Дмитрию Козлову. За два года поменяли все. В Самаре после ремонта открылась 46-я школа. На минувшей неделе в Самаре прошел Всемирный Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль. Он посвящен глобальным экономическим проблемам и специализированным вопросам. Почему для Самары так важно быть в центре деловых переговоров, расскажет Елена Малютина. Халяль – это не только восточные сладости, но и высокие технологии. Более 200 производителей товаров и услуг представили свою продукцию на Всемирной международной выставке. Среди них немало и самарских производств. Представители предприятий общаются здесь с потенциальными партнерами и инвесторами. А гости праздника могут приобрести блюда национальной кухни мусульманских народов, а также товаров и услуг халяль. Индустрия халяль в нашем регионе развивается очень активно. Большое количество производителей сегодня соблюдает самые строгие принципы халяль. Наш регион – это переплетение различных культур, различных религий. И мы это очень ценим. Именно поэтому мы с такой радостью, с таким удовольствием и гостеприимством встречаем многочисленных гостей нашего форума, гостей из 16 стран мира. Всемирный волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль проходят в России впервые. Это крупнейшее ежегодное событие в мире исламского бизнеса. Ранее он проходил в Великобритании, Индии, Южной Корее, Хорватии и Сингапуре. Здесь собрались бизнесмены, финансисты и руководители крупных торговых сетей из государств Персидского залива, Евросоюза, Юго-Восточной Азии и Африки. Для российских игроков розничного рынка халяль форум может стать трамплином для вывода собственного бизнеса на новую высоту. Надеюсь, что большая часть самарской продукции выйдет на глобальный уровень и надеюсь, что это создаст дополнительные рабочие места в регионе. В последующие годы в Самару будет приезжать большое количество туристов и это замечательно для развития мировой индустрии рынка халяль. На 28-метровом экране в отеле Lotte гостям саммита представили достижения Самарской области в индустрии халяль. Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль посвящены как глобальным экономическим проблемам, так и специализированным вопросам. Ключевые темы деловой программы – экспорт и торговля, инвестиции и предпринимательство, исламские финансы и индустрия халяль. Форум организован по инициативе Международной ассоциации исламского бизнеса при поддержке правительства Самарской области. Я думаю, это важно для всей России, поскольку мы с вами понимаем, что макрорегион азиатский, он сегодня является самым быстро развивающимся. И, конечно же, возможность международной кооперации со странами этого региона крайне важны для Российской Федерации, тем более для Самарской области. Мы благодаря Всемирному дня халяль, конечно же, имеем возможность еще раз заявить о Самарской области как территории, создающей условия для развития бизнеса. Во время трехдневного форума участники смогут наладить и укрепить торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связи. Елена Малютина, Дмитрий Мишканцов. События. В копилке самарских достопримечательностей пополнение. К столетию выдающегося конструктора Дмитрия Козлова в городе открыли памятник. Трехметровый монумент установили около музея «Самара космическая». На торжественной церемонии побывала наша съемочная группа. Именно Дмитрию Козлову человечество обязано многими достижениями в освоении Вселенной. Под руководством конструктора более чем за 40 лет специалисты прогресса создали 8 типов ракет-носителей и 26 ракетно-космических комплексов различного назначения. Неудивительно, что после того, как было принято решение установить в Самаре памятник конструктору, к воплощению идеи подошли тщательно. Победителем стал российский скульптор Карен Саркисов. Автор выполнил скульптуру из бронзы. Высота памятника достигает 3 метров. Сам постамент выполнили из гранита. Его высота 2 метра. Я, к сожалению, Дмитрия Ильича лично не знал, но я этим человеком восхищаюсь. И во время работы, когда мы собирали материал, работали над памятником, я видел столько людей, которые любили Дмитрия Ильича, которые боготворили его, которые с ним работали. И, конечно, я рад, что я своим искусством прикоснулся к такому великому человеку. Именно благодаря Дмитрию Козлову Самара долгие годы сохраняет за собой статус космической столицы России. 1 октября исполнилось 100 лет со дня рождения советского и российского конструктора ракетно-космической техники. Дважды Героя социалистического труда. Лауреата Ленинской и государственных премий. Члена корреспондента Российской академии наук. Почетного гражданина Самарской области. На торжественное открытие памятника пришли сотни самарцев. Среди них дети и внуки великого конструктора. Огромное значение имеет, безусловно. Потому что человек прожил здесь 50 лет и очень много сделал для Самары. Просто раньше нельзя было об этом говорить. А теперь все должны узнать, кто наш дорогой отец. Памятник очень похож. И то, что он такой одухотворенно-героический, мне тоже очень нравится. То есть не домашний, а вот устремленный куда-то в космос. На торжественной церемонии губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с открытием памятника великому конструктору. Я знаю, насколько Дмитрий Ильич был скромным человеком. Я счастлив тем, что мы сегодня открываем памятник Дмитрию Ильичу Козлову. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал в этом участие. Кто был идейным вдохновителем памятника. Автора памятника. Тем, кто способствовал своим трудом, своим участием, тому, чтобы эта историческая справедливость сегодня восторжествовала. С открытием монумента советскому и российскому конструктору ракетно-космической техники, дважды героя социалистического труда, лауреата Ленинской и государственных премий, члена корреспондента Российской академии наук, почетного гражданина Самарской области Дмитрия Козлова, поздравила глава города Елена Лапушкина. Пусть открытие этого памятника будет для нас, для всех, напоминанием, что же такое по-настоящему. Быть преданным своей семье, делу, которое ты любишь, конечно, своему отечеству. А нам всех с вами с праздником и с юбилеем выдающегося человека. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События. Еще один памятник появился рядом со зданием «Волга-танкера», где работал всю жизнь почетный гражданин Самары Владимир Пермяков. Родные и друзья заметили точное сходство скульптуры с Владимиром Васильевичем. Каким он был в жизни и на работе, воспоминания записал Сергей Кизоркин. Владимир Васильевич Пермяков был речником в пятом поколении, достойным представителем своей династии. Общий стаж работы его семьи превышает 600 лет. Его трудовой путь начался в 1941 году. 15-летним подростком Пермяков вместе с отцом на буксире поставлял в Сталинград бензин. После войны работал рулевым, штурманом и капитаном. В 1973-м стал заместителем начальника проходства, а затем возглавил «Волга-танкер». За время его руководства был построен микрорайон «Сухая Самарка», спортивный комплекс «Водник», спортивная площадка в районе речного вокзала. Вспоминает в кругу коллег друг Пермякова Александр Голдабин. Признается, первую встречу будет помнить всегда. «Приходит, да, так сказать,amaan селища ко мне в кабинет. Да, так сказать, я вот работаю там 3 или 4 дня. Говорит, так, ну, ага. У тебя курить есть? Я говорю, есть, я курю. Угостишь? Я такой обалдевший, да, угостил. Сел, покурил. Ну и что-то тут разговаривались там, и так, и так, и так. И вот потом после этого как бы так уже периодически он нырял, так сказать, покурить. Просто великолепный человек, с которым абсолютно приятно, легко работать. У отца Пермякова в трудовой книжке была всего лишь одна запись «Волга-танкер». Вспоминает историю семьи сын Евгений Владимирович. Он и инициировал установку памятника и работал совместно со скульптором. Место выбирали долго, в итоге решили, памятник должен стоять у входа в пароходство. Создавали композицию архитектор Дмитрий Храмов и скульптор Иван Мельников. Была интерпретация некого корабля, рассекающего волны, и с него смотрят наш герой. По мнению родственников и коллег, образ из граниты и бронзы получился подстать капитану и директору, каким они его и помнят. Некоторые варианты, которые первоначально возникали, они просто не нравились. Это просто бюст на пятачке на набережной. Это значит немножечко, ну то есть не создавало композиции, не создавало ауры. Не было влияния Волги, пароходства, здесь все это. Все вместе, когда совпало, вот все это появилось. Поздравили горожан со знаменательным событием губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Я думаю, что главная память о Владимире Васильевича была бы в том, если бы мы восстановили действительно славу речного Самарского флота. Владимир Васильевич, кроме того, что выдающийся руководитель, еще, конечно, удивительный человек. Человек широкой души, человек, который любил жизнь, любил людей, любил спеть в хорошей компании. И память об этом человеке, она живет в моем сердце и поныне. Открывали памятник Владимиру Пермякову будущие речники, студенты-первокурсники Самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Сергей Кизорки, Николай Епифанов, События. После двухлетнего ремонта в Самаре открылась 46-я школа. Средства на капитальное обновление выделили из областного бюджета. Изменения в учебном заведении оценила мэрия Елчан. В здании 46-й школы поменялось буквально все, от пола до потолка. Построили его в 1956-м, а последний капитальный ремонт делали 28 лет назад. Два года назад во время урока в кабинете начальных классов с потолка осыпалась штукатурка. Никто не пострадал, но городские власти приняли решение привести школу в порядок. А учащихся их в школе свыше 700 временно определили в соседние учебные заведения. Было принято решение прийти к капитальному ремонту всего здания школы. Он прошел необыкновенно быстро. То есть период всего занял два года. Год от разработки и подготовки документации проектных смертных. И год выполнения непосредственно работ по капитальному ремонту школы. Во время ремонта здесь укрепили фундамент. Установили новые окна. Отремонтировали кровлю. Полностью заменили системы электро и водоснабжения. Снаружи и внутри здания провели отделочные работы. Оборудовали спортивные площадки и благоустроили территорию вокруг школы. В коридорах установили специальные сенсорные медиаэкраны с расписанием. В классы актовые спортивные залы и столовую закупили новое оборудование. Дети учатся в две смены. Пока школьные повара готовят только завтраки. Но уже со следующей недели появятся и обеды. Оценить изменения в обновленной школе приехал губернатор Дмитрий Азаров. Считается, и уже никто не спорит с нами, даже соседи наши ближайшие из Ульяновска, из Татарстана, из Саратовской области, что самое красивое течение реки Волги именно здесь, на территории Самарской области. Конечно, во многом благодаря уникальному ландшафту. С этого года в школах 63-го региона по инициативе Дмитрия Азарова появился новый предмет «История Самарского края». Ученица начальной школы Яна Теняева к изучению дисциплины подходит ответственно. Говорит, хочет знать о Самаре все. Очень интересный. Изучаем про край наш. Вот сейчас, на данный момент, мы изучаем пока про реки, ну, про Волгу. Для того, чтобы дети усваивали новый предмет лучше, глава региона поручила организовать для школьников экскурсию в национальный парк «Самарская лука». Мэриил Чан, Максим Гусев, События. Пример отваги и мужества. В память о герое России Виталии Толобаеве в 57-й школе открылся музей. Экспонаты для него предоставили родственники. Виталий погиб в 99-м, выполняя воинский долг. Экипаж боевой машины, преследовавший боевиков, подорвался на мине. Звание героя Толобаеву присвоено посмертно. На торжественной церемонии открытия музея побывала наша съемочная группа. Музей памяти героя России Виталия Толобаева открывают его родители и сын. В 57-й школе теперь будут храниться вещи и фотографии героя, которые предоставили родственники. Это память, которую мы и в сердце, и в голове, и в жизни, и каждый день, как говорится, с этой памятью мы живем. Мы, как бы, это наш образ жизни, который поменялся после гибели сына. Мы стараемся активно участвовать, принести какие-то экспонаты. Это все ведь для молодого поколения, для школьников. Виталий Толобаев геройски погиб, выполняя воинский долг. Обнаружив боевиков, сооружавших укрепленные позиции, открыл по ним артиллерийский огонь. Затем атаковал на боевой машине. Уничтожил миномет противника и автомобиль с находившимися в нем боевиками. При дальнейшем преследовании экипаж боевой машины подорвался на противотанковой мине. Звание Героя Российской Федерации Виталию Толобаеву присвоено посмертно. То, что музей Герои России открывается в новом микрорайоне и в новой школе, это очень-очень ценно. До тех пор, пока мы с вами любим, ценим и помним наших героев, у нашей великой страны есть будущее. В Сомале более 20 школ присвоено имя Героев Советского Союза, Героев России. И открытие музеев – это тоже такое знаковое событие. Я вас всех поздравляю. Помимо музея в Волгаре, именем Героя России Толобаева будет названа одна из новых улиц. Также в Самаре его имя носит 64-я школа. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, События. На минувшей неделе в России начался осенний призыв в армию. С каждым годом, по оценкам специалистов, у клонистов становится все меньше. Почему молодежи нравится носить военную форму, узнал Сергей Кизоркин. Призывник Антон Люкшин записался в президентский полк. На его желание служить в элитных частях российской армии, райвоенкомат отреагировал моментально. Старшеклассник прошел многоступенчатое тестирование, начиная от морально-волевых качеств, заканчивая физподготовкой. Юноша решил пойти по стопам родственников и поступить в Академию ФСБ. Теперь он ждет отправку в Москву. Это была мечта с детства. Я всегда мечтал служить в таких частях. И как с раннего детства занимался спортом и следил за здоровьем, чтобы попасть в такие части. Осенний призыв стартовал 1 октября и продлится до Нового года. За это время советский и железнодорожные районы Самары отправят служить в российскую армию 165 новобранцев. Перед этим юношам предстоит медкомиссия. Обычно здоровыми признаются около 80% призывников. Остальных или комиссуют, или отправят лечиться. Заболевания у призывников разные. От плоскостопия и сколиоза до бронхиальной астмы и психических отклонений. У нас очень хорошо налажена медико-профилактическая работа. Это связь военкоматов и лечебных учреждений. То есть при постановке на воинский учет по приказу 240-168 мы делаем списки на юноши, которые временегодные. Мы годные, это сколиоз, плоскостопия. И эти списки мы направляли в лечебное учреждение. Кому повезло со здоровьем, получают путевку в российскую армию. На сайте Минобороны можно выбрать не только рот войск, но и военную профессию. Сейчас в моде у призывников спецподразделения. Кроме традиционных морской пехоты и воздушного десанта, это еще космические войска, президентский полк и засекреченные воинские части с научными ротами. Там служат в основном радиотехники и программисты. Замыкают список популярности Марфлот и Росгвардия. Попадая в армию, новобранцы проходят подготовку в учебных центрах. Мы идем всегда навстречу. При удовлетворении требований призываем и предназначаем для прохождения службы в этих родах войск. На последнем весеннем призыве 2019 года у нас один призывник убыл в такое научное подразделение Ленинградской области. Ну, скажем так, не раскрывая тайны военно-морского флота. Уровень образования призывников год от года растет. По статистике, каждый третий солдат с высшим образованием. При этом число нежелающих служить за последнюю пятилетку снизилось в четыре раза. Минимальный штраф за уклонение от армии 500 рублей. Минобороны предлагает повысить его в шесть раз, рассказал военком советского района Самары. При призыве действует и отсрочка по учебе или семейным обстоятельствам. Альтернативная служба в Самаре вообще не котируется. За последние годы ни одной заявки. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Самые талантливые и успешные учителя региона получили заслуженные награды. С профессиональным праздником педагогов поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Анатолий Головко побывал на концерте и пообщался с лучшими учителями города. Елена Миронова работает в сфере образования уже больше 15 лет. Признается, за это время ни разу не пожалела о выборе профессии. Она занимается с учениками художественным творчеством и руководит хореографическим коллективом «Феерия». Подопечные Елены много выступают и гастролируют. Побеждают на международных и всероссийских конкурсах. Власти региона решили отметить педагога ежемесячной премии в размере 10 тысяч рублей в течение года. Это очень волнительные эмоции. Это настолько чувство такое потрясающее. Особенно, когда губернатор теперь говорит, двигайтесь дальше, стремитесь дальше, развивайтесь. Это замечательно. По словам губернатора, учителя не только дают глубинные знания, но и воспитывают в учениках патриотизм. Дмитрий Азаров поблагодарил педагогов Самарской области за ежедневный кропотливый труд. Он отметил, что задача региональных властей заключается в том, чтобы создать комфортные условия для работы всего педагогического состава. Я совершенно точно знаю, что будущее Самарской области, оно в ваших руках. В руках учителя. Учителя с большой буквы. Человека, который формирует личность, который формирует профессионала. Который формирует в человеке любовь к своей родине и тягу к новым открытиям, тягу к знаниям. Поздравил с профессиональным праздником коллег и ректор Самарского государственного университета Геннадий Котельников. У всех с праздником. Это праздник всего нашего российского народа. Почему? Потому что все учились когда-то и учились сейчас. У всех есть дети, есть внуки, есть друзья, есть родственники. Поэтому без образования, дорогие друзья, просто невозможно жить в современном обществе. Для гостей подготовили яркую концертную программу. Все собравшиеся увидели футуристическое лазерное шоу под названием «Школа будущего». Педагогам, которые проявили особые успехи в работе, присвоили звание заслуженный учитель Самарской области. Кроме того, они получили благодарственные письма, цветы и денежные премии от губернатора. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События. В Самаре завершился четвертый межрегиональный фестиваль «Волга театральная». Всю неделю театры из разных городов показывали самарскому зрителю спектакли. Следили за их игрой на сцене и ведущие театральные критики страны. Кто в этом году стал лучшим, узнала Мария Левина. Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. К нам едет ревизор. Фестиваль «Волга театральная» 2019 завершился показом еще одного ревизора. Свой взгляд на классику показали артисты из Ульяновска. В их варианте тоже современное прочтение с сохранением уникального гоголевского текста. Но все остальное – подачи костюмы сегодняшнего дня. И вещи, которые мы будем говорить текстом Гоголя, все равно они перекликаются с вещами, которые происходят сейчас в нашей стране, вообще в нашем мире. Поэтому это все очень свежо и очень понятно будет. Артисты из Ульяновского драматического театра, которому уже больше 200 лет, «Волги театральной» принимают участие уже третий раз. Всегда уезжали с наградой. В этом году репетировали больше трех месяцев, чтобы поразить зрителя и членов жюри и вновь взять победное место. Сюда приехать нам очень престижно. Нам очень нравится здесь бывать, потому что это рядом и потому что здесь всегда замечательно принимают. Фестиваль «Волга театральная» стал настоящим праздником для горожан. Артисты из разных городов показывали самарскому зрителю постановки, а сразу после с коллегами и критиками беседовали о будущем российского театра. За это время в Самару приезжали трупы со всего Поволжья, а также гости из Германии и Забайкалья. Залы переполнены, все площадки, на которые шел фестиваль. Самая была большая проблема – куда посадить непопавшего? Это замечательная проблема, пусть только такие проблемы и будут. Молодая режиссура – это наше будущее, сегодняшнее. Это то, что будет двигать русский театр вперед дальше. По итогам четвертого межрегионального фестиваля «Волга театральная» степень лауреатов в различных номинациях получили 18 артистов. Четверых отметили дипломами участников, а гран-при фестиваля увез с собой драматический театр из набережных Челнов. Мария Левина, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного достроения и хороших выходных. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!